Бывший первый зам мэра Днепра, ресторатор, бизнесмен и миллионер сегодня работает официантом. Он перевоплощается всего раз в год в рамках благотворительной акции. Это и стало поводом для того, чтобы мы посетили его ресторан и задали вопросы не только касательно обслуживания клиентов, но и о политической жизни города. Вы как в прошлом первый зам, понимали, что делается в городе, как вам, допустим, сегодняшняя ситуация с ремонтом нового моста. Вот как вы это можете... Красиво или это все ожидаемо? Это все было понятно с самого начала. Чем это закончится? Мне лично так точно. Стройка века получит свой логический конец в виде уголовных дел, посадок и коррупционных скандалов, которые будут... Не только скандалы, а они материализуются во что-то, я в этом уверен. Ну, по-другому быть не может. Что бы вы, может быть, изменили или построили в городе сейчас? Смотрите, то, как я себе видел ситуацию и как надо было строить городское хозяйство, вернее, как его реформировать, я все оставил нынешней власти в виде не просто идей, а в виде совершенно понятной конкретики. Вот. То есть, начиная с бюджета, который я сделал первый раз, нормальный, за всю историю, это, по-моему, был на 15-й год. Да, да, на 15-й год. И заканчивая всеми направлениями, которые должны курировать и обеспечивать городская власть, я им все оставил. Но они все делают наоборот. От вас исходила такая идея затопить метро, да, что туда очень много денег вливается и нет в этом смысла. Она еще актуальна сейчас? Или, может, уже начали строить и ситуация поменялась? Ну, смотрите, затопить это не, как говорится, не принципиально, затопить или не затопить. Моя идея была в том, что его нужно законсервировать. Вот, законсервировать и забыть про эту стройку. Я уверен, опять же, что этим и закончится. То есть, во-первых, они его не построят. Ну, то есть, это практически невозможно. А учитывая, как ведется стройка, ну, опять же, все идет к логическому завершению. Во-вторых, метро, именно эта ветка, вот эта маленькая веточка, которая добавлена к существующей ветке, та не работает, и эта не будет работать. То есть, та ветка датируется. Там, насколько я помню, по тем временам, дотации были порядка 100 миллионов гривен в год. И это будет плюс еще столько же датироваться. Она не нужна городу. В городе нет транспортной проблемы вообще. То есть, нужно решить поправить наземный транспорт, привести его в порядок, привести дороги. И проблемы отсутствуют у нас. Поэтому нам метро здесь абсолютно не нужно. То есть, ну, у господина Филатова есть идея фикс, достроить метро. Он считает, что если он достроит, он будет вечным мэром, и ему поставят памятник. Ну, это, как говорится, не больше, чем его, в его бурхливе и уяве. Вот такие вот идеи. Ну, он так и заявил, что от него важно, да, что он будет до тех пор мэром, да? Вернее, желает им быть, пока не будет построен аэропорт и метро. Смотрите, я не хочу комментировать их действия, не хочу. Я достаточно много всего говорил, тогда, когда я ушел. После этого я попытался от этого отключиться. Мне достаточно тяжело смотреть на все это. Я болезненно воспринимаю, поэтому я считаю, что оно сейчас все идет вроде бы как к своему логическому завершению. Но я считаю, что все должно произойти каким-то эволюционным путем, нереволюционным. Будут выборы, там, очередные или внеочередные. И я надеюсь, выберут другую городскую власть. И будем считать, что пока мне это все напоминает исключительно, вот как делал Порошенко, вот так они все делают. Но что мы видим по факту, вот даже по результату выборов президентских, что это все уже не пролазит. Вот не пролазит. Люди это уже все не воспринимают. Они эти все росказни слушают и способны делать правильные выводы. То есть как не рассказывал уважаемый Петр Алексеевич, как он не старался, как он не лез там из кожи вон, ничего не пролезло. То есть пока ничего не будет сделано. Да, да, смотри, да, люди не ведутся уже на эти разговоры. Они выходят на улицу и смотрят, а что у нас с мостом, а что у нас с набережной, а что у нас с дорогами, а что у нас с элементарными проблемами. Вы посмотрите, город утопает в грязи. Ну вот просто. Здесь не дай бог поднимается ветер в сухую погоду. Здесь невозможно пройти. Пыль столбом стоит, понимаете. Никто ничего не убирает. Мусор толком не вывозится. Люди же все это видят. Поэтому как ты не рассказывай, как ты не пиарься. Когда он выйдет и спотнется, то да. Да, то люди выходят на улицу и все прекрасно видят. Вот. И это уже все не скрыть. Это уже сейчас другая эра. По аэропорту. Можете сказать, у нас будет в Днепре аэропорт когда-нибудь нормальный, а не тот, что сейчас. Ну там же что деньги то выделили, то не выделили. В бюджете вроде заложили. Сейчас вот из бюджета пропало. Ну это не моя компетенция. Скажем так. Городская власть безусловно должна делать все для того, чтобы на подобный объект выделили деньги из госбюджета. Насколько у городской власти получается, мы видим. Да, есть проблемы. Этот аэропорт там имеет интересную историю предыдущих владельцев или арендаторов. Но смотрите, это все такие вещи, которые надо решать было как-то. Как-то в других городах это порешали. Вот разрулили каким-то образом. Понимаете? У нас все непросто в стране. Но у нас не получилось пока. Как и все остальное. Когда у нас был президент на день города, случайным образом некий пан Корбан ему представлял новый веру. Вячеслав, вы сказали, вы мне зададите буквально пару вопросов. Вы сейчас хотите получить мое мнение абсолютно на все события. Ну а почему бы и нет? Я думаю, зрителям и читателям тоже будет интересно. Вы мне так часто даете интервью. Ну окей. У меня вопрос. Просто люди считают, что пан Корбан управляет паном Филатовым. Это вы так считаете или нет? Ну то есть, что городом управляет не Филатов, а Корбан. Можете не отвечать на вопрос, если он такой трудный? Я отвечу на это таким образом. Я считаю, что конкретно господин Филатов, вот он лично, не способен управлять вообще ничем. И если процессы как-то управляются, то значит они кем-то управляются. Вот давайте на этом и ограничим. Лично Филатов, он не способен управлять ничем. Вот он может быть там неплохой журналист, там дайвер, я не знаю, я не знаю. Космонавт. Да, космонавт, да, может быть неплохой из него бы получился. Но он не администратор процессов, он не способен организовать какие-либо процессы. Ему себя с трудом удается организовать. Ну вот, это мое личное мнение об этом человеке. Скорее всего, ему кто-то помогает. Поэтому, ну, скорее всего, ему кто-то помогает. И дальше я не хочу распространяться. Вопрос такой. Скажем так, будут выборы мэра. Вы пойдете на эти выборы как кандидат? Нет, я не хочу в них участвовать. А может кто-то или что-то не заставить, ну, а что вы изменили свое мнение. Допустим, там мост рухнет, вы говорите, нет, ну, надо идти. Или человек, который пойдет в кандидатов, все-таки это вас заставит пойти. Ну, чтобы он не прошел. Ну, смотрите, почему я вообще начал этим заниматься в 2014 году, тогда действительно была опасная ситуация. Я считал, что, ну, как бы, я просто обязан сделать что-то для того, чтобы эта ситуация стала менее опасной своим личным участием. Как мне представляются следующие выборы? Мне кажется, что любой, кого предложит, ну, допустим, там, президентская команда, партия «Слуга народа», он поедине должен победить Филатова. Ну, как по мне, это очевидно. Вот, вроде бы пока все, что делает президентская команда, мне нравится, они подтверждают все, с чем они шли на выборы, все свои обещания. Поэтому, смотрите, мэрская позиция – это не такой сложный процесс. Вот, там главное не ворвать, самое главное не ворвать. Вот, исследовать, в принципе, законодательство, которое, ну, у нас, в общем-то, в этой части достаточно, там, как бы, и неплохое. Вот, то есть, есть там закон о местном самоуправлении. Ну, то есть, вот, смотри, с тем бюджетом, который сейчас есть, если просто не воровать, а по назначению использовать деньги, и уже будет все гораздо лучше и неплохо. То есть, я не беспокоюсь так сильно за наш город, как это было в 2014 году. Если не вы, а кто-то другой, да, вот, встанет новым мэром, готовы ли вы пойти еще раз первым замом? Или вам хватило одного раза? Я не хочу быть чиновником. Я не хочу быть чиновником, действительно, и, ну, я сделал для себя окончательные выводы, что мне нужно заниматься бизнесом, это, ну, мое призвание. И, ну, я с удовольствием помогу в качестве, там, советника, помощника, ну, какой-то неофициальной персоны, передам весь свой опыт, который у меня есть, там, не знаю, знания, время потрачу и так далее, и так далее. Если ко мне обратятся, я с удовольствием готов оказать помощь родному, любимому городу, всем, чем я могу.